Кто-то жарким днём закидывает в Урал удочку, а Светлана закидывает датчик. Он позволяет узнать количество кислорода в воде. Значение растворённого кислорода в воде должно быть около 8. Если меньше, то это плохо. В данном случае у нас указало 8,13. Это хорошо. Для рыб, это хорошо. Для всего живого в воде. Если уровень кислорода падает, соответственно, там какие-то компоненты идут уже завышенным. Но какие вы не сможете пойти, пока не возьмём пробу воды? Если не возьмём, её не проанализируем. Постоянный мониторинг воды спецлаборатория экологической службы не проводит. Реагирует на жалобы жителей. А они чаще всего поступают весной, когда люди видят, что произошёл замор рыбы. Зато на воздух жалобы поступают ежедневно. В Оренбурге чаще от жителей Степнова, где расположена птицефабрика, и районы нефтемаслозавода. У Оренбургской спецлаборатории теперь есть возможность мониторить не только атмосферный воздух в жилом районе и отбирать пробы из организованных источников. Например, заводских труб. Но и определять состав воздуха рабочей зоны. Допустим, есть промплощадка. На нём находятся резервуары, на которых есть дыхательные клапана, которые отконтролировать нельзя. Поэтому сотрудник приезжает, заходит на эту промплощадку, встает на середине и начинает замеры. То есть они контролируют все источники, которые неорганизованы и находятся на этой площадке. Неорганизованные источники выбросов – это производственные площадки предприятия, отстойники накопителя карьеры. В области работают три специализированные лаборатории – Оренбургская, Бузулукская и Орская. Каждая имеет специфику. Выявляют вещества, которые чаще всего выбрасывают предприятия в области работы лаборатории. Нам показали Оренбургскую лабораторию. Ежедневно она работает в Южном Урале, где находятся иловые поля. Выезжает примерно с 10 вечера до 2 часов ночи. Именно в это время чаще всего поступают жалобы от жителей. Сперва лаборатория замеряет содержание сероводорода на границе санитарно-защитной зоны. Выбираем точку отбора, конкретно на границе СССР, тоже смотрим по ветру. То есть выбираем подветренную сторону, замеряем, отмеряем СССР, затем едем в поселок. В основном последняя жалоба, когда прошла, по какому андресу, туда выезжаем. Результат у нас выкладывается на нашем сайте. Вся информация о превышении пиазомеров и на сайте Министерства природных ресурсов. Анализ готовится 20 минут. После лаборатория едет в село. За две недели июля от жителей Южного Урала поступило 130 обращений. Превышение содержания сероводорода не зафиксировано. Сегодня запах не ощущался вовсе. Возможно, благодаря северным ветрам. Завершился отвор проб. Выходит протокол результатов измерения, на которой мы можем отследить, есть ли на данном участке превышение, либо нет. Сейчас мы видим, что у нас все показатели по нуля. И сероводород показывает цифру, которая находится менее диапазона, чем в нашей области. А результаты, соответственно, без превышения. Работает лаборатория круглосуточным. Выезжают по поручению Министерства природопользования, а также жалобам жителей, которые можно оставить по телефону. Алина Таюпова, Олег Берендеев, телеканал ЮТВ.